Всем привет! С вами Ирина. Сегодня 22 февраля и сегодня у меня возникла спонтанная идея снять такой марафон 12 часов с вышивкой. Но это будет не совсем типичное видео, которое снимают другие вышивальщицы. Может быть, кто-то, конечно, и снимал такие видео, как я собираюсь делать, но все-таки я не все видео эти смотрела. Но я хочу повышивать 12 часов за эти выходные. Почему я так решила? Я в последнее время очень-очень мало вышиваю. На этой неделе я буквально там по часику хорошо, если в день вышивала. В основном, когда смотрела видео на вышивальном ютубе своих любимых блогеров, но у меня в основном видео рукодельные, но идут максимум 20 минут, 20-30 минут, больше не смотрю. Ну так вот. И сегодня, и так как большие выходные, и времени у меня свободного более-менее есть, и будет время, когда я буду оставаться дома одна, и поэтому я решила, а почему бы мне не поснимать вот такой вот марафон. Но вышивать я буду не 12 часов без перерыва, отвлекаясь только там на кофеек, чаек и поесть. Нет, я буду вышивать с перерывами, и не факт, что я вышью 12 часов. За это время я буду запускать секундомер, и мы будем уже с вами смотреть, сколько времени мне удалось повышивать. И возможно я даже, да невозможно, скорее всего, я за эти выходные 12 часов и не повышиваю. Не факт, что это будет даже один и тот же процесс. Например, вы сейчас видите Изабель Ватье, и я собираюсь начать с нее, но не факт, что я буду и все 12 часов вышивать эту работу. Возможно, я буду отвлекаться на другие сюжеты и на другие работы. И мы уже с вами в конце этих выходных узнаем, сколько часов мне удалось за эти выходные повышивать. И посмотрим, получится у меня вышить 12 часов или нет. Просто я когда так считаю, на 3 выходных, если делить, то это получается по 4 часа в день надо вышивать. Не факт, что у меня это получится сделать, поэтому мы с вами посмотрим. Я запущу секундомер, который я скачала на планшет. У меня, видите, отсвечивает все. Время у меня сейчас 11.14. И не секундомер, таймер запущу. Я еще, конечно, не разобралась, что да как. Возможно, придется периодически его не сохранять, а перезапускать. И буду я вышивать сначала Изабель Ватье. Вот так вот у меня выглядит сюжет до того, как я начала свой марафон. И посмотрим, что же будет в конце. Я, конечно же, буду делать включение каждый раз, когда я буду прерываться или менять процесс. Я вам буду показывать эти сюжеты, что и как у меня получилось. Ну, давайте уже приступим к отшиву этой прекрасной дверки, потому что мне надо будет в конце февраля отчитываться в инстаграм. И хочется показать более-менее хорошие продвижения. По поводу впечатлений и отшива самого сюжета я буду вам рассказывать в конце этого месяца. Я снимаю влоговое видео. И в этом видео я делюсь с вами впечатлениями от отшива. А в этом видео, в этом марафоне мы уже будем с вами вышивать, просто вышивать. И просто смотреть, сколько же продвижений было и сколько часов у меня получилось вышить. Я тут уже наговорила на 5 минут. В общем, пойду вышивать. Итак, повышивала я всего полтора часа. У меня таймер был заведен на 12 часов. И сейчас он показывает 10 часов 32 минуты. Это еще столько времени мне нужно вышивать. Я повышивала полтора часа. И сейчас мне надо будет уходить. И может быть, я еще смогу вечером повышивать. Возможно, это будет этот же сюжет. Но, на мой взгляд, повышивала я очень даже неплохо. Хотя, возможно, можно и больше. Во-первых, что я успела сделать за эти полтора часа? Я зашила все пустые вот эти вот места на самой двери. На стекле двери. То есть, это верхняя часть дверки. Вы можете это видеть, да. Я вышила здесь все... Я зашила здесь все пустые места. Плюс я перешла вышивать, наверное, к самому скучному и в то же время достаточно легкому участку. Я вышиваю вот эту вот стену. И вышивается она одним цветом. Вышивается она вот этим вот 762 цветом ниток DMC. И вышивается достаточно быстро и просто. Иду я вверх. Я вот здесь вот вышивала пустое пространство этим цветом. И так вот и пошла вверх, 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 вверх. И продолжаю идти вверх. И здесь, конечно, еще и вниз, и вверх. Очень много этим цветом вышивается. Наверное, самый такой распространенный и популярный цвет. Вообще хочется сказать, что здесь белых-то цветов нет. Здесь вот самый светлый оттенок. И это оттенок 3865. Вот. Можете наблюдать. Поэтому пока что, да, я вышиваю пастельными тонами. И я думаю, тот факт, что я решила принять участие в этом марафоне, мне поможет пройти достаточно нелегкий участок для меня. Ну, в общем, на этом мы пока что прервемся. Я пойду заниматься своими делами. Возможно, вечером я еще смогу выделить часика-полтора на то, чтобы повышевать. И, возможно, это будет этот процесс. Но все, мои хорошие, пойду я делать свои дела. До встречи в следующем включении. Итак, у нас сегодня утро 23 февраля. Праздник. И также выходной день. И сегодня у меня сейчас на часах, видите, 10.07. И я буду продолжать вышивать. На таймере время... Так, время выключилось. На таймере показывает время 9 минут... Ох, 9. На таймере показывает время 9 часов 7 минут 30 секунд. Да. Именно такое время мне осталось вышивать. И я вам честно хочу сказать, что это понятное дело, что я не вышью. Вчера вечером я вышивала еще полтора часика. Вот вы видите мои результаты. Здесь практически все зашито уже светлым цветом. И я устала от светлого цвета. И сегодня буду вышивать именно вот дверь внизу. Там очень много зеленого. И еще что хотела сказать вам по поводу процессов и вообще своего эксперимента. Так это то, что я решила вышивать в этом... в рамках этого эксперимента только дверь и только ее. Заодно хорошо ее продвину. Очень хорошо. Судя по тому, как у меня... Какие у меня результаты? За три часа, можно сказать, всего лишь три часа посвященных вышивке. А так действительно получается. За вчерашний день я повышивала всего три часа. Сегодня, возможно, у меня будет чуть побольше времени. Что вряд ли, конечно. Но все-таки мы посмотрим, что у меня будет дальше. Но вышивать я буду только этот процесс. И еще хотела вам сказать, что, конечно, девочки, которые вышивают 24 часа, да даже 12 часов без перерыва, это просто герои. Я не знаю. Так можно навышиваться, что... Мне кажется, за это время можно навышиваться так, что потом вообще не захочется что-либо вышивать. Я устаю даже от того времени, которое я навышивала. А тут прямо девочки вышивают, вышивают, вышивают. Ну, героини. У меня это, как я говорила ранее, больше эксперимент. Сколько из 12 часов я смогу повышивать в эти выходные. И как я продвину этот процесс. Потому что не вышивун меня все-таки накрывает. И я не хочу, чтобы он меня накрывал. А тут вон какие продвижения у меня уже по моей дверке. По моей любимой дверке. Хотя я все процессы люблю. Ну, в общем, ладно. Меньше слов, больше дела. Пойду я вышивать. Хочу сегодня побольше повышивать, чем 3 часа. Потому что вчера у меня голова заболела. И я бросила вечером это дело. Но, может быть, сегодня все будет иначе. Ну, все. До следующего включения. Повышивала я еще 2 часа. И вышивала я дверь, как вы видите. Вышивала я зеленым. Вышивала я вот эти вот светло-зеленые участки. Дальше будет уже еще более темный, темно-зеленый цвет. Поэтому дальше будет такой еще более насыщенный цвет. Что хотелось сказать? Хотелось сказать, что я очень довольна тем результатом, который у меня получился за 2 часа. И есть вероятность то, что сегодня вечером мне тоже удастся часика 2, ну, может быть, полтора повышивать. И я... Есть надежда, что вообще за этот марафон саму дверь, саму дверь вот эту вот смогу вышить. Потому что здесь осталось не так-то много вышивать именно двери. И дальше пойдет бесконечно серые оттенки. И, конечно же, мальвы. Мои любимые мальвы. Завтра, завтра будет короткое включение. Потому что завтра мне вряд ли удастся повышивать очень много. У меня очень насыщенная программа. Очень много дел я должна буду сделать. Поэтому основные часы я буду вышивать сегодня. Ну, и чуть-чуть с утра завтра повышиваю. И завтра вам уже покажу результаты. И мы посчитаем, сколько же часов вообще мне удалось повышивать. Но, судя по всему, как минимум половину из того времени, половину из того марафона, который я себе обозначила, я повышиваю. Ну, и кажется, не вышивун отступает. И это, наверное, основная цель данного марафона. Ну, и, в принципе, у меня и возникло желание снимать видео. Ну, ладно. Не будем об этом. Пойду я дальше по своим делам. До встречи в следующем включении. Ну, вот и подошел к концу мой эксперимент, мой челлендж. 12 часов с вышивкой. Вы можете наблюдать, что у меня таймер показывает время 3 часа 35 минут. То есть, 8,5 часов я отвышивала за этих два выходных. Этот выходной у меня выпадает. Так что, если бы, может быть, не выпал, то и 12 бы я навышивала. Но я все равно очень довольна результатами. Сейчас я вам их покажу. Да, вчера я сделала такой большой марафонный забег. Смотрела «Унесенные ветром» и вышивала. Не могу сказать, что я в восторге от этого фильма и вообще от произведения. Но под вышивку очень даже хорошо пошло. Ну, и давайте я покажу вам свои результаты. И тадам! Вот так вот выглядит у меня моя дверь на сегодняшний день. И вы можете видеть, что всю саму дверь я вышила. Здесь уже просто пойдет не дверь. Здесь уже идут листики от Мальвы. Поэтому я очень довольна. Вообще, за вчерашний день я вышила, во-первых, все зеленое и коричневое. Здесь, ну, всю дверьку. И даже успела еще повышивать вот здесь вот серо-белым оттенком. Поэтому результаты меня радуют. И продвижение по двери очень хорошее. Меня до этого огорчало, что я там денек могу уделить этому процессу. А в день я вышиваю всего несколько часов. И в результате продвижение минимальное. А тут такие вот хорошие продвижения, на мой взгляд. Тем более у меня был легкий невышивун. И я с ним поборолась благодаря именно этому челленджу. И знаете, что могу сказать? Я уже говорила ранее в этом видео. Что, конечно, девочки просто героини, когда они садятся и 12 часов только на чаек, кофеек, если прерываясь, вышивают, вышивают, вышивают. А как 24 часа вышивают, я вообще даже не представляю. Потому что мне кажется, во-первых, можно устать от самого процесса. И, во-вторых, можно вообще устать от вышивки. Но вышивается так, что потом не захочется. А они мало того, что вышивают в рамках этого челленджа, так они еще потом видео снимают о готовых работах. Поэтому девчонки молодцы. Большие, просто огромные молодцы. Я так не смогла. Даже 12 часов не навышивала. Но я просто хотела узнать, сколько времени у меня получится вышить за эти выходные. Получилось 8,5 часов. На мой взгляд, очень даже хороший результат. Я довольна, во всяком случае. И все-таки делаю вывод, что самая лучшая борьба с невышивуном, это просто брать вышивку и вышивать. И именно так вы сможете этот невышивун победить. Я вот свой победила благодаря челленджу 12 часов с вышивкой. Пусть эти 12 часов превратились в 8,5, но все-таки. Это, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать по поводу своего эксперимента. Если вас интересуют мои впечатления от этого процесса, то в следующие выходные выйдет видео, влоговое видео, где я буду рассказывать и об этой дверке. Замечательные и чудесные. Поэтому не пропустите. Если же вам понравилось это видео, то поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. И мне также будет очень интересно, участвовали ли вы в подобных марафонах 12 часов с вышивкой, 24 часа с вышивкой. И если участвовали, то какие у вас впечатления. Ну, а я буду с вами прощаться. Желаю вам легких крестиков. Всех люблю. Всем пока-пока.